26 сентября в Москве в Центральном офисе информационного агентства Интерфакс состоялась пресс-конференция по вопросу жилищной кооперации в России. Модератором были представлены спикеры, генеральный директор организации Совета экономической безопасности Александр Майоров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Крючек, председатель жилищного кооператива Bestway Роман Василенко, заместитель председателя Евгений Чайчук, а также эксперт по юридическим вопросам Мария Горбанева. В зале присутствовали лидеры холдинга Life is Good, журналисты, общественные деятели. С момента основания Bestway в 2014 году деятельность кооператива находится под пристальным вниманием органов государственной власти и средств массовой информации. В то же время в медийном пространстве нередко появляются материалы негативного характера, компрометирующие работу ЖК. На пресс-конференции была дана четкая и однозначная оценка, документально подтверждающая, что деятельность Bestway находится строго в правовом поле. Александр Майоров представил собравшимся заключение экспертизы, проведенной ведущими российскими и зарубежными специалистами по юридическим и экономическим вопросам. Всестороннее комплексное исследование кооператива проводилось в общей сложности по 79 критериям, определенным Центробанком России. Также была получена соответствующая оценка от Росфинмониторинга, так называемой финансовой разведки. Деятельность кооператива не по одному из признаков, определенных Центральным банком России, как деятельность с признаками финансовой пирамиды не подпадает. Какого-либо рода предположения со стороны официальных и неофициальных лиц по подозрениям в деятельности, направленной на мошенническое изъятие у граждан денежных средств, злоупотребление доверием, относящимся к признакам финансовой пирамиды, не подкреплены какими-либо фактами, событиями, доказательствами и профессиональным мнением. Вывод довольно четкий и понятный, все совершенно ясно, конкретно и понятно. На пресс-конференции был затронут важнейший аспект, касающийся разработки законодательной базы в области жилищной кооперации. Принятие соответствующих правовых инструментов позволит значительно повысить эффективность работы ЖК, придаст новый импульс в развитии кооперативного движения в России. Та форма жилищной кооперации, о которой мы сегодня рассматриваем, и в основе которой стоял Роман Василенко, да, вот мы как законодатели уже который год работая, изучая опыт, хотим сказать, что на самом деле готовится в проектном решении закона жилищной кооперации, который будет наноситься в Государственном доме. Да, действительно, на сегодняшний день рабочие группы работают, изучают опыт данного кооператива, опыт международных и иных государственных компаний других стран, чтобы найти приемную форму и вынести на дискуссионную площадку Государственного дома. По данным Минстроя Российской Федерации, 45% россиян желают улучшить жилищные условия. Населению необходимо предоставить доступные, самое главное, безопасные инструменты покупки недвижимости. Решением данного вопроса на сегодняшний день является инновационная модель кооперации, реализованная через ЖК «Бествей». Мы полностью отвечаем и посланию президента, и полностью отвечаем запросам населения. Мы действительно помогаем людям, действительно выгодная программа без процентов приобретения жилья. Мы показали эффективность, показали состоятельность этой модели. Это в целом добро для государства. Это подъем экономики государства, это формирование человеческого капитала и гарантии. Гарантии гораздо больше, чем в любой другой форме приобретения жилья, потому что только два варианта. Либо жилье, либо стопроцентный возврат денег. Другого варианта просто нет. В завершающей части пресс-конференции спикеры ответили на вопросы аудитории, а по окончании мероприятия состоялся обмен мнениями. На этом у нас вся информация. Мы рады были представить вашему вниманию очередной выпуск Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами! Музыка 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 Музыка